Всем привет! Настало время рассказать, чем я занималась весь апрель. Первое, я закончила пончики. Не верите, что я закончила пончики? Видите? Да, я их закончила, таки, наконец. Я начала их вышивать 31 марта и закончила 2 или 3 мая. Конечно же, я безумный сладкоежка. Вы даже не представляете, в каких количествах я готова есть сладкое. Когда я обшивала пончики бэком, я даже почувствовала этот сладкий аромат, витающий в воздухе. И мне стало так приятно. Думаю, ооо, как же здорово! Нельзя покушать, но можно понюхать. Работа вышита на линде от Свайгард, 27 каунта, белого цвета. Полная зашивка, как вы видите. Фон вышивается полукрестом. В работе использовано 14 цветов DMC и 6 блендов из них. Бэкстич весь счетный. Где-то полгода назад я уже нарисовала схему по этим пончикам, но я ее нигде не выкладывала и никому не показывала, потому что, на мой взгляд, оно получилось очень сложной. Я наворотила там очень много бэкстича, так как я старалась соответствовать оригинальному рисунку. В оригинальном рисунке там идет очень много штриховки на пончиках. И всю эту штриховку я, соответственно, изобразила линиями бэкстича. Ну а чем же еще-то? Это же логично. Ну, допустим, ладно, я это вышью. Но кто еще будет мучиться и вышивать вот этот весь бэкстич? Ладно, там крестики, полукрестики, это несложно. Там не очень много цветов получалось. Но было очень много именно дробного бэка. И вот настало время. Я вернулась к этим пончикам и нарисовала схему заново. На этот раз я использовала только счетный бэкстич. И для того, чтобы не использовать штриховку в виде бэка, да, я решила заменить ее на вот такие полукрестики. Я сейчас вставлю кусочек видео, где их видно лучше. Нижний полукрестик делается обычным цветом, то есть, да, обычным значком. А верхний полукрестик закрывается блендом из розового и серого. Мне было несложно это вышивать, особенно, когда ты оставляешь дырочки, да, для этих верхних полукрестиков, а потом просто проходишься этой ниткой и все по порядку вышиваешь. Из двух зол выбирают меньшее. Я выбрала это. Их тут на самом деле не так уж и много, можно потерпеть ради такой красоты. Не правда ли? Если вам понравились эти пончики и вы тоже хотите их вышить, добро пожаловать в мою группу ВКонтакте, которая так и называется Candy Frame. Там в разделе товары вы можете найти эту схему. Она стоит 200 рублей. Схема предоставляется в цветосимвольном и черно-белом варианте в формате PDF. Также, если девочки просят, я отправляю им файл для Cross Stitch Saga. Кстати, о Cross Stitch Saga. Эту работу с пончиками я вышивала по приложению Cross Stitch Saga. Это был мой первый опыт использования этого приложения. До этого я пользовалась приложением Cross Stitch. Это было давно, опять-таки, больше полугода назад, наверное, прошлым летом. Я пользовалась этим приложением, вышила одну работу и больше не возвращалась к нему, вышивала дальше только по бумажным схемам. Мне было удобнее распечатать просто бумажную схему, чем мучиться с конвертацией, переводить из одного формата в другой, только для того, чтобы Cross Stitch прочитала этот файл. И еще не факт, что там без ошибок все будет. Я отказалась от Cross Stitch, потому что он не поддерживает файлы, программы, в которой я рисую схемы. В общем, наверняка вы все уже знаете, что существует такая программа, как Pattern Maker, PM. У нее расширение .xsd, то есть все файлы с таким расширением вы сможете открыть в программе Cross Stitch. Ну и в Cross Stitch Saga тоже сможете открыть. Но файлы с расширением Cross Stitch Professional Platinum вы не сможете открыть в программе Cross Stitch, но сможете открыть в Cross Stitch Saga. Собственно, из-за этого я ее и скачала, только из-за того, что она поддерживает этот формат. Поэтому Cross Stitch Saga для меня сейчас настоящее спасение. Я надеюсь, что она меня не подведет дальше. Единственное неудобство, это то, что у меня маленький экран на телефоне. Часто неудобно бывает передвигаться по схеме, потому что я захватываю тут кучу значков или что-то еще. Я опять ушла не туда. В общем, суть была в том, что файлы для Cross Stitch Saga я тоже предоставляю. Для Cross Stitch предоставляю через раз. Для некоторых схем у меня есть формат .xsd, для некоторых нет, поэтому это уточняйте. Переходим дальше. Конечно же, в апреле у нас был проект «Такие девочки». Он закончился 30 апреля. Мы подвели итоги, огласили результаты. Но по этому проекту я сделаю отдельное видео, чтобы сейчас здесь много не говорить об этом. Единственное, я хочу вам показать открыточки, которые я распечатала для наших победительниц. Совсем скоро я их подпишу и отправлю. К сожалению, сейчас у меня пока нет возможности их отправить. Но я думаю, что девочки на меня не обидятся, если они придут им чуть-чуть позже. Главное, что я помню и все им отправлю. Во время проекта я нарисовала еще одну схему, которую уже отправила всем участницам в подарок. На ней изображена вот такая девочка-путешественница. Я вам сейчас покажу схему. Все девочки мне написали благодарность, что им очень понравилось. Я очень рада, что им понравился такой подарок. Подробнее обо всех победителях, о итогах, все фотографии и видео я покажу в отдельном видео, чтобы здесь многое о вас не грузить этой информацией. В этом месяце Ангелина Московая порадовала меня законченной работой влюбленные коты. Я вам сейчас наставляю везде фотографии, чтобы вы рассмотрели эту огромную работу. Она размером 40 на 22 сантиметра, по-моему, если не вру. Может быть, кто-то помнит, что прошлым летом я проводила тестирование наборов от Candy Frame. И как раз Ангелине достался набор влюбленные коты. На протяжении всего этого времени, вот с прошлого лета и до апреля, она их вышивала. Даже несмотря на то, что у нас были проблемы с нитками несколько раз. Я там накосячила при сборке набора. Я ей очень благодарна за то, что она с таким пониманием отнеслась к этой ситуации. Не забросила и все вышло, как нужно было. Мне очень нравится результат, но из-за вот этой путаницы с цветами мне нужно будет немножко доработать схему. Я за нее чуть попозже возьмусь. И если вам она нравится, вы тоже можете ее купить в моей группе ВКонтакте. Следите за обновлениями, подписывайтесь обязательно. И пишите мне много комментариев. Я всегда их читаю и вот так вот улыбаюсь. Одна из участниц СП такие девочки, которая сейчас стала для меня уже подружкой, предложила мне нарисовать схему кота Боба. Возможно, вы знаете этого знаменитого кота. Я узнала об этом коте совершенно случайно, несколько лет назад. Наткнулась в интернете на краткое содержание истории с этим котом. Узнала, что есть книга, тут же ее купила. Я прочитала ее взахлеб, то есть вот как открыла, и пока не дочитала, я от нее не отступилась. Я там начала днем, и всю ночь я ее читала, не могла никак оторваться. Мне так я прониклась этой историей. Я решила, почему нет? Действительно, это хорошая идея воплотить кота Боба в крестиках. Вполне возможно, что среди моих подписчиц есть люди, которые тоже знакомы с этой историей, и тоже любят этого кота, и тоже хотели бы вышить его. Я вам покажу сейчас процесс работы со схемой. Схему я закончила, ну правда закончила уже в мае. Блин, мне про мае нечего будет рассказывать, если я сейчас все расскажу. На оригинальной фотографии кот Боб сидит на сумке своего хозяина, но мы с Леной, посоветовавшись, решили, что нужно добавить коту фона, сделать его более светлым и оптимистичным, чем просто сидящим на черной сумке. И вот такой результат у нас получился. Где-нибудь, ну в общем, смотрите на экран, и вы увидите, что где-то здесь появится картинка. Еще не решено, на каких условиях будет распространяться эта схема. Каким-нибудь способом ее точно можно будет получить. Поэтому, если вам хочется, напишите мне в личные сообщения, и мы с вами решим этот вопрос. Как-то я много слишком сегодня болтаю вообще, и все не по делу. Просто нужно сказать, что аниме Наруто стало прям таким самым главным впечатлением марта-апреля моего. И под этим впечатлением именно я нарисовала схему команда номер 7, на которой изображены главные герои этого сериала. Я очень торопилась, хотела поскорее закончить вышивать пончики, для того, чтобы начать вышивать эту схему. И я ее начала. У меня уже готова девочка. Знакомьтесь, ее зовут Сакура. Также в этом месяце я вышла еще одну готовую работу. Это так все получилось спонтанно. Дело в том, что у меня есть знакомый ребенок, который учится в школе. Ему нужно было сделать поделку на выставку, продажу, выручка которой идет на благотворительность. Ребенок не успевал сделать эту поделку. Попросили меня. Я решила, что я могу помочь, но у меня не было ни одной работы, которую я готова была бы отдать. Я давно хотела повышивать по чужим схемам, потому что я только по своим вышиваю. Мне же нужно как-то разнообразить свой опыт, посмотреть, как другие делают. Я пошла по группам, стала смотреть у кого что. Я остановилась на схеме трубка мира от Натальи Ореховой. Но потом я подумала, что вот медведь с трубкой, курение как бы не очень хорошо. И подумала, что это не очень подойдет для формата школы. Я остановилась на северном олене от Александры Кулаковой. Он мне показался небольшим. Еще плюс был в том, что у меня были почти все материалы по ключу. Я посмотрела на размер, поняла, что он не такой уж и маленький. Мне же нужно эту поделку как-то еще и оформить быстренько. Все, что у меня было под рукой, это вот такая рамка для фотографий. Поэтому было решено взять 18-й каунт для того, чтобы олень туда поместился. Вот этот круг вокруг оленя я сразу поняла, что скорее всего я не успею его вышить. И мне моя цель была успеть вышить хотя бы оленя. Получился такой неплохой гордый олень. Я его вставила в довольно тесную рамочку. К сожалению, я не знаю, кто ее купил и где она сейчас. Но надеюсь, она радует своего нового хозяина. Хотела еще вам рассказать одну интересную идею, но видео и так получается уже слишком длинным. И много всяких сумбурных мыслей. Я лучше это нормально сформулирую и расскажу вам в другом видео. А на этом все. Спасибо вам большое за внимание. До встречи в новых видео. Пока! Знали бы вы, сколько кадров я вырезаю. Здесь вот все, что вырезано, это такая чушь, такая ерунда, что у вас бы уши просто повяли. А мне это все слушать потом приходится и пересматривать. Представляете, какой кошмар? Я нашла шпошеп. Я нашла шпошеп, жамли шиховку. У нас были проблемы с нитками. Я накачачила. Давно пора стать серьезной, Марин. Также еще одна радостная новость. В апреле в моем инстаграме... Ага, я такая типа, ага, в апреле. А меня очень легко сбить с мыслей. Вот я сейчас сама себя сбиваю с мыслей. Вы понимаете, я говорила о какой-то проблеме, а потом начала говорить о телефоне, сбилась и сейчас опять я сбилась. А о чем я вообще хотела сказать? Как жить с такой головой? Я вообще не понимаю. Вы заметили, сколько у меня котов? Зимний кот, влюбленные коты, кот Боб, черный кот, которого я сейчас вышиваю. Плюс еще две схемы с котами у меня есть. Серый кот, розовый кот. И еще есть бесплатник тоже с котом. И на руке у меня еще кошка. Кажется, это ненормально.